Всем привет, друзья! Меня зовут Давид. Олеся. И вы находитесь на YouTube-канале QG.ru. J6 Plus. Что в нем хорошего, что в нем плохого. Отмечу, необычно. Впервые такое в смартфонах Samsung я вижу сканер отпечатка на боку. Вот здесь. Но это не впервые в индустрии. Раньше так делала компания Sony. Работает, кстати, сканер достаточно быстро. Ничего не могу сказать. Телефон полностью пластиковый. Динамик на своем привычном месте Samsung вот здесь, сверху. Мы его не перекрываем, если держим телефон в руках. У нас один динамик. Да, динамик один. Кнопка включения. В нее уже встроен сканер отпечатка пальцев. А кнопки громкости стандартны для Samsung с левой стороны устройства. И снизу у нас разъем microUSB, микрофон и разъем для наушников. С обратной стороны у нас две камеры. С передней стороны у нас фронтальная камера и разговорный динамик. Особо отмечу, сейчас большинство телефонов современных углы скругленные. Уже несколько лет такой тренд. Здесь же углы все прямые. Может быть, кому-то это наоборот понравится. И как Калесе отметила, моноброви здесь действительно нет. Всем привет! И, вы знаете, камеры от этого устройства, на самом деле, много от них ожидать я бы не стал и не ожидал. Но, с другой стороны, меня достаточно приятно удивили. По камере смартфон неплохо снимает днем. Хорошая детализация, хорошая цветопередача. Да и ночью, ну, что-то как-то не настолько отвратительное, как можно было бы ожидать. Кроме того, основная камера двойная. Это 13 Мп плюс 5 Мп. Поэтому, моно снимается неплохие портретные снимки с вот этим красивым размытием заднего плана. Многие оценят действительно качество снимков портретных, в том числе, получается вполне неплохим. Селфи-камера на 8 Мп. И даже здесь, напоминаю, есть вспышка, как и она основной. Поэтому любители делать селфи в темноте, я не знаю, кто эти люди, но, наверное, это возможность оценят. Тем не менее, селфи-камера меня не особо удивила. Честно говоря, я бы не сказал, что здесь 8 Мп. Селфи-камера мне, честно говоря, не особо порадовала. Но, в целом, для данного ценного сегмента, для Samsung в эту цену, камеры вполне себе неплохие. Я ожидал даже худшего. По качеству видео, честно говоря, ничего хорошего сказать не могу. Электронная стабилизация очень грубая и достаточно много каши. Поэтому для съемки видео, наверное, стоит посмотреть на другие устройства. Видео пишет, кстати, максимум в формате Full HD. Никакого 4К, самой слюзи здесь нету, как и 60 кадров в секунду тоже. Нетипичный для Samsung здесь IPS-экран. Притом, достаточно большой, 6 дюймов. Разрешение HD+, 1420 на 780. Это дает всего лишь 274 пикселя на дюйм. Даже такой психологический порог необходимый в 300 он не преодолел. Не могу сказать, что экран плохой. Нет, запас по яркости, кстати, хороший. Единственное, отмечу, что автояркость работает не совсем корректно. Не совсем. То есть на ярком свете даже приходится вручную поднимать. Но это, скорее всего, телефон только вышел. Особенность прошивки, презираться не будем. Уверен, в следующих обновлениях они это поправят, небольшой глюк. Но самое главное, она есть, потому что в некоторых телефонах Samsung, конечно, автояркость просто не ставил. По дисплею такой, чуть выше среднего. Нормальный, но не более. За время работы этого смартфона отвечает батарейка на 3300 мА. Что, честно говоря, учитывая размеры дисплея, то то, что это IPS-дисплей, не такой большой показатель. Смартфон, в принципе, гарантирует, что где-то день он проживет. Хотя, если будет совсем активно им пользоваться, то есть сядет много в интернете, смотреть на нем видео, то, скорее всего, он у вас сядет уже где-то часам к 5-6 вечера. И, честно говоря, это результат вот такой, средненький. Особенно учитывая, что быстрой зарядки здесь нету. Заряжается все это через microUSB. И до 100% смартфон заряжается около 3 часов. Показатель, мягко говоря, средненький. Само собой, можно поползать в настройках данного смартфона. С автономностью поработать, какие-нибудь приложения запретить. Например, стандартные самсунговские приложения очень любят ловиться в интернет, что-нибудь скачивать, какие-нибудь новости, погоду. Если все это подключать, то смартфон будет жить у вас процентов на 15-20 дольше. Но, в принципе, где-то на день смартфона хватает. Если не так активно им пользоваться, то, может быть, хватит дня на полтора. А вот что касается процессора, ребят, то было совершенно неожиданно увидеть Qualcomm Snapdragon 425 в G6 2018 года. Кто-то скажет, это хорошо, и я с вами соглашусь, если вам не нужно от смартфона ничего, кроме мессенджеров, интернета, просмотра YouTube, звонков, разумеется. Послушать музыку, посмотреть фильм, все. Если вдруг вы планировали какую-то игру скачать, сложнее, не знаю, злых птиц, то совершенно точно 425 это не игровой процессор. И я ради интереса запустил игру World of Tank, если вам, конечно, интересно. FPS больше 25 не поднималось, около 20, что вполне ожидаемо, но это на максимальных настройках. Но на средних настройках справедливости ради, если вы поставите средние настройки в тяжелых играх или ближе к минимальным, играть можно будет. В принципе, нормально. Процессор, самое главное, что это Qualcomm Snapdragon. По идее, телефон не должен подтормаживать даже спустя полгода, год активного использования. Я, по крайней мере, на это надеюсь. По менюшке он быстрый, работает быстро. Ну и по поводу самой прошивки. Работает смартфон на базе операционной системы Android. В данном случае это оболочка используется Samsung Experience. Множество, большое количество действительно настроек. Есть блокировка по лицу, работает достаточно неплохо, хотя и за счет селфи-камеры. Кстати, вот здесь вспышка в темноте может пригодиться, потому что она вас подсветит. Стандартный функционал есть для того же самого дисплея. Фильтр синего цвета, когда в темноте не так сильно будет бить в глаза вам вот этот сильно яркий экран. Можно поменять кнопки местами, можно ее спрятать. Ну и, конечно, традиционно для всех прошивок современных Samsung, допустим, в настройках камеры есть вот эти вот модные стикеры. Кстати, их можно здесь еще и скачивать из интернета, дополнительные какие-то появляющиеся или даже кастомные. Кто-то, наверное, это оценит, но это фишка именно Samsung камеры и Samsung прошивки. Она функциональная, она достаточно красивая. Вопрос, обновится ли это до следующего Android, честно говоря, вас это не должно парить, потому что что нового может здесь привести? Новая прошивка и новый Android. По связи тоже все хорошо. Смартфон, напоминаю, поддерживает две SIM-карты и карту памяти сразу одновременно. Есть и поддержка NFC, есть возможность использовать бесконтактные платежи при помощи Samsung Pay. Многих, наверное, и привлечет, кстати, в этом смартфоне данный функционал. Все работает хорошо. Качество связи, благодаря полкому, тоже хорошее. Мой вывод по этому телефону. Если вы хотите именно Samsung, вас корюжат от слова Xiaomi, Meizu и других китайских компаний, и не только китайских. Вы хотите Samsung, хотите с большим экраном. Готовы мириться с относительно невысоким разрешением экрана? Если хотите телефон с нормальными камерами, с шустрой, быстрой, новой, современной, с NFC, разумеется, модулем, который здесь есть, я думаю, вам он понравится. Ну и итог по данному смартфону. Вы знаете, смартфон мне прежде всего приглянулся, наверное, именно дизайном. Он действительно... Да, он пластиковый, конечно. Здесь было бы приятнее немного видеть или металлический корпус, или, ну, стекло. Здесь это, конечно, пластик, и со временем он быстро достаточно расцарапается, но сам смартфон выглядит достаточно симпатично. И на фоне некоторых китайцев, которые в эту цену попадают, даже, смогу сказать, выглядят даже интереснее, чем какой-нибудь Huawei, Xiaomi, ну, как-то выделяется. Хотя, ну, не качество материалов определенное. Есть и сильные стороны Samsung Pay, есть большой экран без вот этой ужасной моноброви, есть яркие цвета и раздельные слоты по две сим-карты, карту памяти. Если остались какие-то вопросы, все ждем в комментариях, их прочитаем и обязательно на них ответим. Ну и, конечно, посмотреть другие видео, может быть, найдете что-то другое, более интересное по отношению к данному смартфону. Ну и, кстати, если кому-то интересно, совсем скоро у нас же на канале появится еще обзор на Samsung G4 Plus и на Samsung A7, обе модельки 2018 года. Может быть, вам интересны эти модельки, так что оставайтесь с нами. На этом у нас все. Цены на этот телефон смотрите по ссылке под этим видео и подписывайтесь на канал, всегда много интересного. Счастливо! На этом, пожалуй, все. С вами был Андрей, Олеся, Давид, Qtouch.ru. Всем пока! Кстати, в айфоне твоем, Олеся, самсунговский экран. Ты в курсе? Там самсунговский экран. И Парис, самсунговская. И почти все время там стояли процессоры Samsung, только последние три года. Я не хочу ничего знать за кого-то.